Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Эдоминато Спейс и добро пожаловать на сегодняшний видеообзор, а точнее сравнение двух световых мечей Эннхидон Скайуокера из киносайда Звездные Войны. В сегодняшнем выпуске мы с вами рассмотрим замечательный экземпляр, предоставленный нам компанией Зейберфордж. Это у нас их вариация на световом меченке из второго эпизода под названием Vanguard. Как вы можете видеть и слышать, он обладает отличными звуковыми эффектами, передающими все почти как в его фильме достоверно. Немалоизвестный его фичер является раскрытие и демонстрация камер кристалла, что сокрыт внутри. И в целом этот световой меч является, наверное, одним из лучших, что есть на рынке, по крайней мере, с точки зрения версии по второму эпизоду. Правнивать мы его сегодня будем с моей второй версией светового меча Эннхидона, уже по третьему эпизоду мне Ситхов. Это у нас вариация от Ultra Sabers, мои господа. Он также выполнен у нас отлично, никаких нареканий визуально вообще нет. Ну и единственное, что у него здесь кнопка включения не настолько достоверна, насколько хотелось бы. Насколько делают всякие там Wailers Wall или другие более высокоприоритетные компании, которые фокусируются именно на достоверность. Но с точки зрения сайберфайтинга и для любых других нужд, этот световой меч просто идеален. У него более скромные звуки предустановлены. Но обо всем этом поподробнее в этом видеоролике. Давайте взглянем на эти две версии и узнаем, какая из них лучше и какую бы я рекомендовал, если вы хотите себе световой меч в коллекцию и задумываетесь о том, лучше ли Сейберфордж или Ультра Зейберс. Итак, дамы и господа, давайте сначала взглянем на замечательный экземпляр светового меча от Сейберфордж. Итак, это у нас Vanguard. Вот такой вот световой меч. Шикарная рукоятка. В нем, конечно же, в комплекте шел клинок, который сразу по дефолту у нас идет. И я заказал к нему еще Dayblade синего цвета, если днем с ним захочу на нем постражаться или снять какой-либо фильм. Функционал данного меча, он практически не ограничен. Единственное, чем он ограничен, здесь нет никакого неопикселя, хотя там можно было его установить. Я хотел установить на него, ну, подобие Emerald Driver, который должен был давать возможность менять и ставить любой цвет, цвет из спектра. То есть, хотите меч синий, красный, зеленый, без вариантов. Но, к сожалению, здесь он не установлен по причине того, что в данном мече уже есть одна крутая фича. Ей же является данный кристалл. Настоящий кварц. И при нажатии на кнопку он у нас загорается, дамы и господа. Можете видеть, как это шикарно выглядит. И, в целом, конечно, это максимально реалистичный эффект того, как был создан световой меч во вселенной Звездных войн. И здесь это продемонстрировано таким образом. Даже когда мы нажимаем и используем эффекты, ну, ударов светого меча или отражения бластерных выстрелов, он даже мигает у нас сам кристалл. Что очень круто. Но о звуках мы поговорим позже. Давайте выключим нашу колонечку и посмотрим, что у нас еще здесь есть. Конечно же, этим функционалом не ограничивается. Можем раскрутить вот эту вот заднюю часть. Раскрутив ее, мы увидим вот такую вот крутейшую детализацию и демонстрацию, насколько я понимаю, второго кайбер-кристалла. И также порт для зарядки. Ну и в целом сама вообще гравировка, которая здесь выполнена, она поистине шедевральна. Вот. И, кстати говоря, при включении. Это у нас тоже все зажигается. И очень круто выглядит. Закручивается просто в момент сражения. Вам это мешать не будет. Никак не будет раскручиваться. Единственное, для сайбер-хайтинга, если вы хотите покупать световую меч, вот эта штука, которая намагничена, видите, это магнитик, она может у вас иногда, наверное, спадать во время каких-то тяжелых дуэлей. Но, по большей части, я думаю, с этим проблем не должно возникнуть. Я больше беспокоюсь за вот эти вот... Да, и только что я переключил звук на этом световом мече. Тут есть такая функция. Давайте, раз уж я уже нажал, продемонстрирую. Как вы можете видеть, сразу же изменился у нас звуковой эффект. Да, на этом световом мече присутствует несколько различных вариаций, которые вы можете использовать, дабы демонстрировать разные звуки световых мечей из вселенной. Вообще, у Венгарда имеется определенное количество этих дополнительных звуков. Здесь у нас подразделяется все на три категории. Джедаи, ситхи и, я насколько понимаю, серые джедаи. Или какие-то форс-юзеры, которые пользуются сразу же обеими сторонами силы, какой они, кстати говоря, и являются, серые джедаи. Но давайте посмотрим еще на несколько этих замечательных звуковых эффектов. Если вы хотите подробнее ознакомиться с ними, то можете перейти по ссылке в описании на мой полноценный обзор данного светового меча. Итак, у нас есть клинок Рейнджера. Давайте послушаем, как он у нас звучит. Вот такой вот замечательный звук. Ну и еще один для примера. Так, Руинер у нас уже был. Давайте что-то послежим. Вот Демастер. Тот, который я демонстрировал в самом начале. Классика, которая мне больше всего нравится. И прислушайтесь, дамы и господа, насколько четко и плавно следует меч за моими движениями. Ну что же, давайте теперь взглянем на нашего оппонента. Ультра Зейбер, световой меч, The Chosen One, Collector's Edition. Коллекционное издание, которое у нас покрыто вот этим замечательным фромированным никелем. Обычное издание SE называющееся. Оно идет у нас просто вот такое вот серебряное, что тоже неплохо, но я взял коллекционное. Вот оно не намного дороже стоит, а выглядит совершенно иначе. Касательно дизайна, здесь все тоже очень здорово сделано. Само покрытие, оно конечно иногда пачкается из-за всяких жиров, которые есть на наших руках. Но что поделать, это неименуемая участь любого хромированного покрытия. С этим ничего не поделаешь. Но с точки зрения дизайна и исполнения световой меч, опять же, просто шикарен. Единственная недостоверная вещь в нем, это вот эта часть включения кнопки. Но честно, так и сделано для того, чтобы было проще им махать, сражаться, делать всяческие твирлы и тому подобное. У нас этот меч не раскрывается, в нем не находится никакой кварцевый кристалл. Здесь можно только открутить сзади штуку. И тут у нас Battery Box Compartment, в котором у нас хранятся батарейки и всему тому подобное. Лезвие. Лезвие тут не белое, а Dayblade, но это в принципе можете сами выбирать. Мельче сутра Sabers, но, к сожалению, эти лезвия есть только у Saber Forge. Давайте проверим его звуки и вообще, что он может по функциональности. К сожалению, как вы можете слышать, у него предусловлен только один звук. Так как я покупал его именно только с одним Basic Sound. Есть также премиальная версия звука, где стоит иная плата, и в ней как раз-таки загружено больше звуков и эффектов для использования. Но здесь при взмахе он тоже реагирует. Но вы можете слышать. К сожалению, не так четко, как Saber Forge. Послушайте. Тоже хорошо, в принципе, да, но сравнение с Saber Forge не идет ни в коим разом. Хотя сюда тоже можно предустановить данную функцию. Но если мы с вами сравним эти два мяча, стоит также отметить, что этот стоит в такой комплектации, как он у меня сейчас, 300 долларов, а Saber Forge 700. Именно поэтому здесь, конечно, функции разнятся. Еще один немаловажный аспект данного мяча – это звук скрещивания световых мячей. Ну и, в принципе, по функциональности данный мяч исчерпывает себя, хотя его внешний вид с лихой компенсирует все это. Итак, дамы и господа, заключительное слово в этом разговоре. Вы с вами сравнили замечательность этого мяча от Saber Forge и Ultra Saber. Какой из них лучше вам покупает, стоит ли вообще тратить на какой-то из них деньги. Все зависит от того, какие ваши надобности, что вы действительно хотите делать с этим мячом. Для меня, когда я занимаюсь сейберфайтингом и снимаю различные фан-фильмы, все-таки удобнее пользоваться данной версией от Ultra Saber. Все потому, что у него удобнее рукоятка. Хотя все равно, конечно, все эти выступающие элементы, шестеренки, вот эти так называемые Bunny Ears, они тоже мешают в прокрутке всяческой, сейберфайтинге и всем в этом духе. Но это не идет вообще в сравнение с тем, насколько здесь неудобно сделана вот эта вот часть. И, конечно, эти все элементы правильные, они такие были в фильме, в изначальном дизайне. Но для сейберфайтинга, если вы действительно хотите работать и практиковаться с этими световыми мячами, вот, практиковать формы фехтования на световых мячах и Звездных войн, сейберфорж в данном случае именно этот Vanguard в данном плане проигрывает. Но в чем же он выигрывает? Он выигрывает во всем остальном, друзья. Почему? Ну, опять же, скорее всего, именно из-за цены, потому что мы здесь платим намного больше, то есть, по сути, как два вот этих мяча, но получаем здесь, по сути, все элементы, которые присущи настоящему сезонному мячу, ну, помимо того, что он может что-то резать. Здесь у нас и хайбер-кристалл, который был в истории, и прямо как на том артворке, где он киного собирает силой, можно все это имитировать. Также функционал различных звук, которые здесь у нас есть, которые можно менять в зависимости от ситуации. Было бы круто, если бы еще свет менялся, цвет, но, что поделать, такого технология еще не предусмотрела. Также вскрывается данный элемент, здесь у нас крутая детализация. Мяч можно заряжать, что означает, вам не нужно постоянно покупать батарейки и таскать их с собой, потому что эти ребята разряжаются довольно быстро. Но если вы все-таки хотите заниматься сейбер-файтингом, именно как-то эксплуатировать данный световой меч для своих нужд, именно как меч, то есть брать и сражаться, то я бы все-таки рекомендовал ультра-зейбер, так как им это делать гораздо проще, он стоит дешевле, и, в принципе, вот эти звуки, которых тут всего один, вам, я думаю, в любом случае хватит, потому что во вселенной у световых мечей всегда был только один звук, но это логично. Так что, друзья, я благодарю вас всех за внимание, надеюсь, я помог вам определиться с тем, какой из этих световых мечей лучше, и какой вам стоит брать для вашей коллекции или для каких-либо других нужд. Для коллекции, конечно, Vanguard намного круче, он наиболее реалистичный, и, в принципе, повторяет все, что было в фильме максимально достоверно. Вот этот Сейберфорс за Чарузенуан, точнее, не Сейберфорс, а Ультра-Зейберс, я извиняюсь, он больше для именно как сражений и всего в Тандухе, хотя, не поймите меня неправильно, на этом световом мече тоже можно сражаться, и это нужно делать. Просто как-то им, не знаю, более боязно это делать, чем вот этой версии. Так что решать вам, но я надеюсь, это видео вам сумело хоть как-то помочь. С вами был я, Доминато Спейс, всех благодарю за внимание, всем желаю удачи, и пока, друзья!